МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Высота 102 на первом Волгоградском канале. Вода сомнительного качества по высоким тарифам. Село Горный Былыклей на берегу Волги испытывает большие проблемы с водоснабжением. Форум свободного сообщества журналистов, систему выделения грантов для СМИ Волгоградской области подвергли критике. Полтонны осетровых и миллионный ущерб природе. Житель Нижнего Новгорода собирался вывести из Волгограда браконьерскую добычу. Пчеловоды хутора Безымянка остались без заработка. Тысячи пчелиных семей погибли после того, как окрестные поля обработали химикатами. Массовая гибель пчел зафиксирована на хуторе Безымянка Михайловского округа Волгоградской области. Предположительно, причиной стала химическая обработка сельскохозяйственных угодий. Два дня, 8 и 9 мая, мы дышали всем хутором. Запах стоял сильный. Вы не представляете, как вроде химическая атака была. Тут вонь стояла конкретно. Насекомые попадали, всякие жужелицы, всякие осы, все попадало. Все сейчас в таком шоке. Потери колоссальные. Тысяча семей на Безымянку. Это трагедия. Сезон пропал. Все, в этом году. Все, абсолютный ноль. Мы же кормим не только себя. Этот мед кормит нашу область. Ну, мед, это же не от фабрики Порошен продукты. Что там говорить? Пока установить официально причинно-следственную связь между гибелью пчел и обработкой полей химическими реактивами не удалось. В любом случае, для местных жителей основной доход, которым приносит именно пчеловодство, произошедшее стало настоящей трагедией. Жители села Горный Балыклей Дубовского района обеспокоены ситуацией с водоснабжением, а главное ценой и качеством воды, которую вынуждены пить и использовать для приготовления пищи. Никакую реконструкцию не проводит никто. Никто ничего. А честные неизвестны в каком они состоянии. Нас поют. Я, как все время говорю, раньше было 5% фекалий, а сейчас 20% фекалий в воде, в нашей питьевой. Местные власти, в свою очередь, считают, что к ним претензий быть не должно. Произвели отбор проб от воды и ФБУ, не мы делаем, это ФБУ с Волгоградской области, он произвел вот эти вот исследования. Они все показали надлежащие качества. Так что все, что от нас требовалось по предписанию, мы все выполнили. Для объективности картины журналисты Высоты 102 взяли пробы воды в двух домовладениях и из уличной колонки. Исследования, проведенные в независимой лаборатории, показали, что вода в горном Балыклее содержит примеси. Пить ее, конечно, можно, но только после фильтрации и кипячения. В целом ситуация в водопроводном хозяйстве горного Балыклея очень показательна и вполне отражает то, что происходит с водоснабжением во многих населенных пунктах Волгоградской области. Подробный репортаж на Высоте 102. В Волгограде в загородном клубе «Олимпия» прошел региональный форум представителей СМИ региона, организованной общественной организацией «Свободное сообщество журналистов». Среди участников – депутаты Государственной и Областной Думы от разных партий, журналисты негосударственных средств массовой информации, редакторы различных интернет-порталов, информагентств и газет. Самыми горячими стали дискуссии по темам СМИ и выборы и концепция информационной политики Волгоградской области. Все камушки в нашем городе сегодня состоят в одном. Почему мы не решим критику по адресу губернатора? Высота 102 является информационным агентством. В основе ее закладываются новости. Извините, ну, не летает губернатор сейчас в Италии. Но, извините, не покупает жилье за 50 тысяч долларов. Хотя один из присущих как-то пришел, вот я слухи такие-то и так далее. Я говорю, слухи, мы по слухам не работаем. Документы на стол, и я при вас наберу этот материал. На форуме обсуждались и вопросы распределения бюджетных грантов для СМИ Волгоградской области, а точнее звучала критика в адрес регулирующего этот процесс положения. Житель Нижнего Новгорода пытался вывезти из Волгограда более 500 килограммов осетровых. Автомобиль с ценным рыбным грузом был остановлен в Красноармейском районе. В ходе досмотра автомашины полицейские обнаружили почти 500 килограммов рыб осетровых пород, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Каких-либо документов на груз граждане предъявить не смогли. Водитель сообщил, что продукцию он приобрел в Волгоградской области и намеревался сбыть в родном регионе. Ущерб природе по подсчетам специалистов составил 1 миллион рублей. Власти Волгограда придумали, куда перенести светодиодное дерево мира, которое до недавнего времени стояло на пересечении Аллеи Героев и проспекта Ленина. Объект останется в Центральном районе, теперь в Комсомольском саду. Здесь уже подготовлен фундамент и в ближайшее время начнется установка урбанистической конструкции из искусственных цветов. А на месте, где раньше размещался светодиодный шар, уже посадили живые – Пеларгонию и Калеус в окружении Рос. Кстати, в свое время дерево мира попало в поле зрения создателей презентационных роликов FIFA TV о городах-организаторах Чемпионата мира 2018 года. В видео о Волгограде вошли кадры светящегося в темноте объекта на Аллее Героев. На этом все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова